По мнению экспертов, в образовательном процессе участвуют три стороны. Ребенок, педагог и родители. Все старшие классы, ученика, школа готовит к сдаче единого государственного экзамена, без которого поступить в высшее образовательное учреждение просто невозможно. Это одновременно выпускной экзамен из школы и вступительный в институт. Цель сегодняшнего мероприятия – это показать родителям экзамен изнутри, чтобы потом каждый родитель смог найти те нужные и правильные слова для своего ребенка и поддержать его, и приободрить, и настроить, снять излишнюю тревожность и волнение, чтобы они не стали препятствием на пути к успешной сдаче экзамена. Ведь удачный исход выпускного экзамена – это не только системная подготовка знаний, но и психологический настрой, который зачастую играет наиважнейшую роль. В этот раз пробные ЕГЭ и ОГЭ проходили в 14 образовательных учреждениях Ленинского городского округа. Среди участников – и заместитель главы администрации Лариса Калмогорова. 11-ю видновскую школу она посетила в качестве мамы-выпускницы. На самом деле мы готовимся, но все-таки это экзамен. И прежде всего, наверное, может возникнуть и волнение, может возникнуть нервозность, даже паника какая-то. Поэтому мне захотелось сегодня самой пройти все этапы этого ЕГЭ. Ну и потом, конечно, оказать поддержку своему ребенку и рассказать, как это все происходит, чтобы она так сильно не волновалась. Сегодня родители сдавали экзамен по русскому языку. В тесте ряд вопросов по грамматике и сочинения на тему «Творческая личность». В этом году выпускников ожидает нововведение. Отныне сканирование результатов будет проходить непосредственно в аудитории. До этого экзаменационные листы для проверки доставлялись в единый штаб. Седьмой раз сегодня пишу ЕГЭ для родителей. Вот за это время сдавала русский язык, сдавала историю, общество знаний и математику. Могу сказать, что из всех предметов мне сложнее всего дался экзамен по математике. И еще в связи с этим хочу сказать ребятам, вот испытано на себе, знания всплывают, если они есть. Поэтому время еще есть, надо стремиться как можно больше этих знаний получить. На сдачу экзамена родителям дается один час. Многие заканчивают его раньше. Говорят, если исключить волнение, то ответы приходят сами собой. Чуть больше внимательности и все получится. В этом убедился и депутат Павел Русаков. Да, это работает однозначно. Поэтому я считаю, это все очень продуктивно, это нужно. И нужно повторять этот опыт из раза в раз. Основной единый государственный экзамен по русскому языку выпускникам предстоит сдать 29 мая. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого.